Всем привет! Всегда есть вероятность того, что можно остаться без электричества и тогда станет вопрос, а как же тогда заряжать свои гаджеты, как же тогда заряжать свой мобильный телефон и вообще как тогда быть, что делать. И сегодня я с вами поговорю о том, как сделать хороший мощный пауэрбанк, потому что к сожалению других вариантов нет. Изначально я себе подготовил вот такую вот коробку аккумуляторов 18650 для того, чтобы их можно было собрать, спаять в один блок аккумуляторов и использовать его в качестве пауэрбанка. Но к сожалению у меня это не получилось сделать. Из-за того, что мой населенный пункт обстреливали, у нас пропало электричество. Соответственно спаять аккумуляторы было в принципе невозможно, потому что для того, чтобы их соединить вместе, для того, чтобы их спаять, нужно либо очень мощный паяльник, либо точечная сварка. А для этого нужно электричество 220 вольт, а электричества нет. Что делать? Поэтому аккумуляторы 18650 у меня сразу же отпали и я их не мог использовать. Но если у вас есть возможность, то заранее их спаять в один большой аккумулятор, соедините их все параллельно, для того, чтобы можно было сделать себе какой-то мощный пауэрбанк. В моем же случае мне помогла сборка аккумуляторов, которую я делал раньше. Эту сборку я делал для установки в бесперебойник для питания моего компьютера. И эти аккумуляторы я использовал в моем пауэрбанке. Я сейчас сразу показываю то, что у меня получилось и буду по ходу рассказывать, как я это делал. Я не снимал, как я его собирал, потому что я это делал без электричества. То есть света не было, электричество отсутствовало. Снимать на камеру у меня не было возможности никакой. Я это паял либо при свете фонарика, либо на улице при солнечном свете. Итак, здесь у меня находится сборка аккумуляторов, которые я собирал ранее. Она была разделена на три группы и соединена последовательно. Получалось 12 вольт. Я эти группы разделил и соединил вместе. Как я это сделал? Мне очень сильно помог мой паяльник. Это паяльник SH72. Этот паяльник меня спас тем, что он работает не от 220 вольт, а ему нужно низкое напряжение. То есть он спокойно может работать как от 12 вольт, так и от 20 вольт. Очень классный паяльник. И чтобы воспользоваться этим паяльником, я сделал для него блок питания. Я разобрал аккумулятор от шуруповерта. Также взял старый блок питания от ноутбука. Блок питания был испорченный, поэтому я без каких-либо сожалений взял, просто отрезал от него кабель. Этот кабель отлично подходит для этого паяльника. Я подсоединился напрямую к аккумуляторам. Подключаем к паяльнику. И если вам видно, здесь горит красный светодиод, сигнализирующий о том, что паяльник включился. Паяльник работает. Давайте я вам сейчас в качестве примера покажу, что он действительно греет, действительно паяет. Вот канифоль. Сейчас он нагреется. Вот, если видно, пошел дымок. От канифоля идет дым. То есть паяльник реально греется. И при помощи такого паяльника, при помощи такой сборки аккумулятора и паяльника, я паял пауэрбанк при полном отсутствии электричества. Реально мне этот паяльник спас. Если бы не он, у меня, конечно, были бы большие проблемы. Итак, с паяльником мы определились. Следующим шагом нужно было взять электронику для пауэрбанка. Самый простой способ, конечно, был взять какой-то старый пауэрбанк. У меня их целая куча лежит разломанных. И оттуда вытянуть электронику. Вот, например, у меня лежит испорченный пауэрбанк. В нем дохлые аккумуляторы. Можно было с него взять эту плату и ее можно было бы использовать. То есть можно было бы просто заменить аккумуляторы и можно было бы использовать. Но мне эта плата и подобные не понравились. Из-за того, что они, во-первых, маломощные и какие-то они слабенькие. Смотрите, какой здесь маленький дроссель, абсолютно маленький. Не способный выдать какой-то большой ток или ток разряда, или какой-то хороший ток заряда взять. Для этого же пауэрбанка я использовал плату, которую я купил заранее. Эта плата поддержит QX Charge 3.0. То есть она может как принимать от 5 до 12 вольт, так и выдавать от 5 до 12 вольт, что реально круто. Если мы посмотрим характеристики, опустимся немножко ниже, то может принимать от 5 до 12 вольт. Максимальный ток заряда, то есть заряда аккумулятора 3 ампера. И на выходе тоже может выдавать от 5 до 12 вольт. И здесь не написано сила тока, но в комментариях люди пишут, что максимальный ток при 12 вольтах это 1,5 ампера. Что реально очень круто. То есть 12 вольт умножить на 1,5 это 18 ватт. То есть может выдавать на выходе 18 ватт. Вот такая вот плата, которая здесь стоит, она реально может выдавать 18 ватт. Ну это реально круто. Ссылку на плату этого пауэрбанка я оставлю в описании под видео. Мне конечно не удалось добиться 18 ватт, но все-таки QX Charge здесь присутствует. Как на вход, так и на выход. Но все-таки максимально у меня получилось добиться это 9 вольт и почти 2 ампера. Что тоже довольно неплохо. То есть этот пауэрбанк может заряжаться от QX Charge, что реально круто. Потому что здесь очень большая емкость получилась. Собрав все аккумуляторы вместе и спаяв их при помощи моего паяльника, у меня получилось добиться емкости примерно 75-80 ампер часов. Точную емкость я не знаю, потому что я ее не успел замерить. Пауэрбанк имеет индикатор работы. Этот индикатор я сделал самостоятельно из индикатора уровня заряда аккумуляторов. Также в создании индикатора мне помогла компания GLCP-CB. Я уже давно заказал себе некоторые платы для некоторых своих проектов. Как вы видите, здесь есть несколько плат для разных проектов, которые я собираюсь еще сделать. Так что не пропускайте новые видео. Этот плат для сборки индикатора пауэрбанка. Здесь устанавливается несколько компонентов. Их можно запаять вручную, а можно конечно все поручить GLCP-CB и они это сделают сами. И вы получите полностью собранную плату, готовую к работе. Для этого достаточно перейти на GLCP-CB, загрузить гербер файл, а также в настройках выбрать SMT-ассембли. Это значит установка компонентов. Далее нужно подгрузить два файла. Это Mbom файл, а также CPL файл. После чего можно увидеть список компонентов, который будет установлен. Нажимаем Next. И все, все готово. Все готово к тому, чтобы делать заказ. Ну а дальше компания GLCP-CB все делает сама. Устанавливаются все необходимые компоненты и происходит пайка. В результате это сэкономит очень много времени. Потому что я сам собирал разные устройства. И я знаю сколько времени занимает установка SMT-компонентов. Тем более если это вручную делается. Намного проще и намного быстрее заказать все вместе с печатной платой. В результате вы получите печатную плату с установленной всеми компонентами. Достаточно залить прошивку или установить в свое устройство и все будет отлично работать. Так что я вам рекомендую, если есть такая возможность, заказывайте печатные платы с установкой компонентов. Я же все компоненты устанавливал вручную. Индикатор пришлось выпаять со старой платы и напаять на эту плату. Здесь устанавливаются всего лишь 4 оптопары, несколько транзисторов и несколько резисторов. И в результате получился вот такой индикатор. К сожалению я не могу вам показать как он выглядит внутри. Потому что здесь все собрано и все запаяно. И я его достать никак не смогу. При подключении питания мы видим, что наш пауэрбанк сработал. И вот сейчас идет заряд. Круто. Идет заряд аккумулятора. Также сюда установил два разъема. Здесь по умолчанию стоит разъем USB Type-C. Но я также подключил разъем для microUSB, чтобы можно было от microUSB заряжать. И еще разъем для подключения солнечной панели. У меня есть небольшая солнечная панель. Она выдает всего лишь около 1 Ампера 5 Вольт. Но это тоже неплохо. С ее помощью можно будет подзаряжать этот пауэрбанк в солнечные дни. Также у меня был старый поломанный фонарик. С него я вытянул лампу и электронику. И теперь эта лампа работает от аккумулятора на прямую именную пауэрбанк. Что тоже очень круто. В результате получился реально крутой пауэрбанк. С большой емкостью и возможностью зарядки по Type-C. С возможностью быстрой зарядки как самого аппарата телефона какого-то, так и самого пауэрбанка. Вот в качестве примера. Сейчас мы подключим питание. И посмотрим, какой ток и какое напряжение будет брать телефон. Телефон, правда, полностью заряжен. Но давайте посмотрим. Итак, напряжение у нас почти 9 Вольт. Но ток сейчас берет маленький. 230-250 мА. 200-250 мА. Напряжение 9 Вольт. Просто из-за того, что телефон практически заряженный, поэтому берет маленький ток. А так ток был до 1,5 Ампера. То есть, 1,5 Ампера и 9 Вольт. Столько потреблял этот телефон в режиме быстрой зарядки. То есть, этот пауэрбанк поддерживает быструю зарядку как внешних устройств, так и внутреннего аккумулятора. Что очень круто. Потому что, если бы заряжать обычной USB зарядкой 2.0, 5 Вольт и пускай там даже 1,5 Ампера, то это неделю нужно заряжать этот пауэрбанк. А он реально огромный. Здесь около 70 Ампер часов. Вот такой классный пауэрбанк у меня получился. Пришлось с ним помочиться, для того, чтобы его собрать, его сделать. Потому что я это делал абсолютно без электричества. И это было довольно-таки сложно в определенном смысле. Я очень надеюсь, что вам такие вещи не понадобятся. И вас война не коснется. Потому что я, хоть и живу сейчас, в районе, где уже нету боевых действий. Но все равно, иногда прилетают ракеты. И, честно говоря, страшно бывает. Ну, я надеюсь, что вас это никогда не коснется. Что ж. Желаю вам мира. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok